Программа «Наш утро» продолжается, и наш эфир сегодня посвящен Дню Метеорита. Я напомню, что мы принимаем ваши звонки с рассказами, с интересными рассказами. У всех, я думаю, найдется интересный рассказ. Для кого-то это был страшный день. Кто-то беспокоился о своих детях, как они там в школе. Кто-то поранился стеклами, кто-то повышебало окна. Но были и счастливчики в этот день. Вы не поверите, да, такие тоже есть. Но так как это была пятница, я думаю, что в пятницу многие играют свадьбу. Оказались счастливчиками. Оказались счастливчиками, да, потому что, ну, все-таки это день свадеб такой. Пятница, суббота традиционно. Так вот, мы позвали сегодня сюда к нам в студию людей, которые поженились 15 февраля 2013 года в пятницу. Здравствуйте. У нас... Здравствуйте. Доброе утро. У нас в студии оператор медиахолдинга ОТВ. Это раз любимов его жена Наталья и дочка Василиса. Василиса, привет. Скажи мне. Ну вот. Привет, привет тебе тоже. Ну, расскажите, где вы находились в этот день, уже в ЗАГСе или еще только собирались? В это время это же было утром. Мало ли. Еще только расцветало, и мы ехали делать будущей супруге прическу. Отлично. За рулем, прямо сидя вдвоем, мы увидели, как все небо засияло, засверкало. Ну, естественно, напугались. Первая реакция была. Что подумали? Конец света. Начало конца света, однозначно. Начало конца. Ну, прическа-то в этот день все-таки удалась. Получилось все? Прическа удалась, да. В принципе, все удалось. Ну, если утром встали, волнения было ноль, вообще, я думаю, ну, как же так, ну, волноваться-то я должна в день своей свадьбы. А оказалось, что она такая была спокойная. И еду, я об этом говорю в машине Тараса, я такая спокойная. И в это время падает метеорит. Внес, так сказать, мятную нотку в вашу свадьбу. Ну, а как дальше происходило? Гости не напугались, пришли в этот день. Гости не могли дозвониться до нас очень долго. Родители из другой области очень переживали. Потом через час или полтора дозвонились, спрашивали, вы там все живы? Свадьба состоится. Кто-то же не пришел, испугался. Кто-то испугался, да, некоторые. Да вы что? Попаялись выходить из дома, да. Свадьба же вечером была. Такое пропустили. Ну и все равно постарались дома остаться, да? У вас есть документальные подтверждения. Нам дали акт, где написано 15 февраля 2013 года. Логотип метеорита нигде там не поставили, ничего. Логотип нет. Не успели подготовиться. Как вы сами относитесь к этому? Вы считаете, это какой-то знак? Хороший знак? Сомнительный знак? Что вы себе как себе представляете? Ну, такого поздравления еще ни у кого нет. И естественно, что это необычно. Это знаково, что в наш день свадьбы небо сияло дважды. Утром была одна звезда, днем была другая. Вот сейчас подумал, было бы как гениально пригласить каких-нибудь аниматоров, переодетых в инопланетян. Сказать, что здравствуйте, мы вас пришли поздравить. Где вы были? Да, вот бы гости удивились. Так хочется вашу прическу рассмотреть. Может, мы покажем фотографии? Я все-таки мне прям не терпится. Вот ту самую, да. А давай действительно просто возьмем, мы крупно покажем. Василиса, ей не пять лет. У прическа удалась, подтверждаю. Прическа хорошая, ничего не помешало в этот день ее сделать. Красивая. Не напугался парикмахер, да? Пришла. Самый стойкий. Самый стойкий. Это мы к ней приехали. Ничего, она вас впустила. А это у нас уже Василиса. Вы ей, кстати, потом расскажете про эти события? Ну, конечно, расскажем. Может быть, благодаря ему она и родилась. Родилась она несколько позже, насколько мне известно. Сейчас ей? Сейчас ей два годика. Два годика. Скоро будет через месяц. Многие просто переживают, что метеорит каким-то образом влияет на здоровье, что-то там излучает и так далее. Вы можете подтвердить, что вот, пожалуйста, дети рождаются красивые, все конечности на месте, ничего лишнего не выросло, все хорошо, замечательные ребенки. Ну, а вы не думали какое-то Василисе космическое имя дать? Я не знаю, какие там... Второе имя. Антариус? Какие? Апокалипсис. Зенитка. Еще, еще вариант. Не обсуждали такого? Нет, у нас был уже давно придуман один вариант. Василиса. Василиса, да. Отлично. Он даже не обсуждал. Спасибо большое. Спасибо огромное. Надеюсь, что этот день Вам запомнился как минимум свадьбой и метеоритом. И вообще, я думаю, что Ваши потомки будут помнить этот день еще и этим событием. Спасибо большое. Спасибо большое. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях были люди, которые не побоялись и заключили брак по плану в этот день. Итак, медиахолдинг ОТВ у нас представляет оператор Тарас Любимов. Он у нас в гостях сегодня был. Его жена Наталья и дочь Василиса. Спасибо Вам большое, что пришли.